Аминь Друзья мои, я очень вам благодарен, благодарен за то, что вы виновники того, что я здесь, вы приложили к этому свою руку, вы побудили взрослых, побудили пастора, чтобы такой пенсионер, как я, был с вами почаще. Спасибо вам огромное. Я прошу, чтобы вы продолжали молиться, продолжали поддерживать, и чтобы мы вместе с вами сделали то дело, которое Господь и поручил нам. Я обещаю со своей стороны, что я буду учить английский, и на Bible Study ребята меня уже потихонечку натаскивают, и скоро я буду проповедовать на английском. Это будет чуть хуже, чем по-русски. Но я уверен, что Господь будет действовать. Итак, суд. Прочитал я недавно одну интересную статью. Компания в Испании, я не знаю, а, или компания электриков, долгая, ну, старая компания, долго они уже были на рынке, вдруг решила навести порядок и наняла частного детектива, чтобы он следил за одним ее работником. Значит, они заподозрили, что их работник употребляет алкоголь во время работы. Ну, и хотели найти доказательства, чтобы его уловить на месте преступления и после этого уволить. Итак, этот детектив начал свою работу. Он стал следовать за этим работником повсюду и наблюдать. И вот его отчет. За время наблюдений выяснилось, что в один из дней электрик и двое его коллег выпили в общей сложности, о, мамочки, 7 литров пива в период с утра до обеда. В тот же день мужчина выпил еще три банки пива, после чего вернулся в офис. В другой день его фургон остановился возле бара в 8.27 утра. Через месяц частный детектив заметил, что электрик выпил банку пива перед обедом, три бокала красного вина во время еды, а затем рюмку коньяка. Ну, в общем, друзья, скажите мне, все факты налицо, все доказательства. Слушайте, как он после этого работал электриком? Я не знаю, честно вам скажу. Ну вот, этот электрик проработал в компании 28 лет и был уволен в сентябре 2021 года за неоднократное и чрезмерное употребление алкоголя в течение рабочего дня. Слежку за ним вели же в этом же году. Однако, как это бывает, суд поручил компании, знаете, что сделать? Восстановить его на рабочем месте. И обязал выплатить ему компенсацию 47 тысяч евро. Я когда прочитал это, я в недоумении. По мнению суда, частный детектив ни разу не упомянул о признаках опьянения или нетвердой походки. Так суд сказал. Нет никаких доказательств документальных, экспертных или свидетельских, однозначно говорящих о том, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Вот так бывает судом. Человек пил, за ним следили, все это отмечали, но, оказывается, доказательств того, что он от этого был пьян, не мог выполнять свои рабочие обязанности, никто не предоставил. Когда я прочитал эту историю, у меня не появилось желания пить пиво на рабочем месте. Но я подумал для себя, послушай, как это похоже на нас, христиан. Вот если бы за нами поставить частного детектива, который наблюдал бы, что бы он мог о нас отметить? Скажите мне, сколько дней в неделю вы работаете? Шесть дней работает. Седьмой вы где? В церкви. Он бы в своем отчете написал, шесть дней работает, а седьмой день в церкви. Ну, скажите, друзья мои, а смог ли бы этот детектив написать в своем отчете, что мы не просто находились в церкви, кто-то год, кто-то пять, кто-то с рождения, а чтобы он описал признаки нашего духовного рождения? Смог ли бы детектив, который следил бы за нами, не просто зафиксировать факт того, что мы были в церкви адвентистов седьмого дня, в том числе и на ЛЭД приходили, но что бы он мог указать? Этот человек был духовно рожден. Хочу, чтобы мы сегодня с вами на основании книги Евангелия от Иоанна, четвертой главы. Кстати, мы изучаем на Bible Study каждую неделю одну из глав Евангелия от Иоанна. И последний раз мы изучали четвертую. Как легко готовить проповеди после того, как пойдешь на Bible Study. Этот раз последний проводил Стас. Вместе с ребятами они все разложили по полочкам. Мне оставалось лишь только собрать это и вместить все в одну проповедь. Я ему очень благодарен. Почаще приходите на Bible Study, у вас всегда в голове будут мысли, о чем проповедовать, о чем рассказывать. Так вот я хочу посмотреть на основании Евангелия от Иоанна, четвертой главы, истории о женщине-самарянке у колодца, какие признаки духовного рождения Бог хотел бы видеть в нас. И когда его свидетели явятся на Небесный суд, мне очень хотелось бы, чтобы они сказали, Алекс был духовно рожден, потому что и перечислил эти три признака. Итак, открывайте ваше священное писание, гаджеты, любой язык, на котором вам проще всего читать. Четвертая глава, будем читать не все, лишь центральную часть этого отрывка. Иисус покинул Иудею и вновь отправился в Галилею. Путь его лежал через Самарию, и случилось ему дойти до самаритинского города Сихарь, что рядом с тем известным полем, которое Иаков выделил сыну своему Иосифу. Был там колодец Иакова. Уставший от дороги, Иисус присел около него. Дело было в полдень. Итак, мы читаем с вами, что Иисус отправился в город, в город Самарийский. Город называется Сихарь. Можно перевести его как опьяненный. И по дороге он устал. Написано, он был уставшим, и он присел возле этого колодца. И мне нравится тут, как это, как вот в детективном отчете. Дело было в полдень. В полдень – это самая жара. Никакой нормальный человек не ходит к колодцу в полдень. Но Иисус устал, он жаждал, сидел возле этого колодца и ждал, пока кто-либо даст ему воды. И вот пришел тут кто-либо. Пришла тут за водой какая-то женщина самарянская. Иисус спросил ее, дай мне напиться. Учеников его не было, тогда они ушли в город купить еды. Как? Ты, иудей, просишь у меня, самаритянки, пить? У тебя была женщина. Иудеи ведь не имели дел с самаритяне. Если бы ты знала, что Бог дарует, если бы ты знала, кто просит у тебя напиться, ты и сама попросила бы его. И он дал бы тебе живой воды, ответил Иисус. «Тебе, господин, и зачерпнуть-то нечем», – промывала женщина. «А колодец так глубок, откуда же тебе взять воду живую? Разве ты больше отца нашего Якова, давшего нам этот колодец, из которого и сам он пил, и его сыновья, и скот свой они поили?» Иисус сказал на это. «Кто эту воду пьет, тот снова захочет пить. Но кто выпьет воды, которую я дам ему, забудет тот, что такое жажда. Вода, которую дам я, станет тем неиссякающим ключом, который будет бить в нем на всем пути к его вечной жизни. «Так дай же мне, господин, – попросила женщина, – воды твоей, чтобы не хотелось уже мне больше пить, и не нужно было ходить сюда за водой». Итак, друзья мои, мы видим с вами, что Иисус, уставший от этого путешествия, Он сделал очень много невероятных вещей. Путь в Галилею лежал через Самарию, но никогда никакой уважающий себя еврей, иудей, не ходил по прямому пути. Он всегда огибал эту Самарию, потому что эти люди были второсортными, потому что когда был плен, многие из них остались. Туда были переселены язычники из пятиязыческих городов. Они смешались. Их религия была совершенно, совершенно, ну, такая, не то что противоположная израильской религии, но они всячески старались действовать в пику. Вы знаете, что в Библии есть первые пять книг Моисея, Тарана еще называется. Так вот, у Самариан было свое пятикнижие. Они его переписали чуть-чуть, подправили, что они избраны народ. Вы помните, что когда-то Бог давал благословение в книге Откровения на горе Гивал и на горе Горизим. Так вот, они сказали, что вот на одной из этих гор нужно ставить храм, потому что там Авраам принес в жертву своего сына. И именно здесь нужно поклоняться, они в Иерусалиме. То есть, они как бы вроде родные или двоюродные братья, но так они в пику друг к другу все ставили, что пути их разошлись. Евреи могли торговать с ними, но никоим образом не сообщаться, не здороваться, не принимать участие в совместных мероприятиях. И чтобы не скверниться, они избирали путь окружной, чтобы обойти кругом эту область и никак с ними не соприкасаться. Но Иисус приходит к этому колодцу, колодцу, которую выкопал Иаков, в полдень ученики ушли в город, чтобы купить еды, а он сидит и ждет. И вот приходит она, женщина без имени. И он нам говорит, что она приходит в полдень. Никакая вменяемая нормальная женщина никогда в полдень не идет за водой. Они приходят либо утром, там, в общем, погода, как у нас в Калифорнии. Утром еще прохладненько, потому что пустыня. И когда прохладно уже? Когда солнце уже почти-почти зашло, то есть вечером. Колодец находится где-то в одном километре от города. Вы что, думаете, в городе не было других колодцев? Да никто не ходит в обед. В полдень, в такую даль, именно к этому колодцу. Все пойдут в город, где близко. Кто ходит подальше, и в то время, когда никто не ходит? Тому, кому не хочется ни с кем встречаться. Ходит тот, кому неудобно. Кому не хочется ни с кем встретиться, чтобы не задавали лишних вопросов. И, в общем-то, Иоанн говорит нам об этом, почему она приходила. Потому что на вопросы Иисуса, давай, приходи сюда со своим мужем, она что отвечает? А нет у меня мужа. Он говорит, правильно. У тебя их было пять, и тот, с которым ты живешь, он не муж тебе. Ребята, скажите, а как по Библии, если женщина живет с мужчиной, и они не благословлены, они не расписаны, это нормально или нет? Это ицакей? Гражданский брак? Как это называется? Каким словом? Прелюбодеяние. Прелюбодеяние. А ну-ка, давайте немножко о характере этой женщины поговорим. Правда, она похожа на бой бабу? Ну, это такая. Ну, женщина, у которой было пять мужей, она как бы сильная личность? Или нет? Ну, надо же было суметь, чтобы у тебя их было пятеро. Ну, вы понимаете, она же не то, что необычная блудница, которая сидит там под забором где-то, или возле какой-то лачушки. То есть у нее было пять мужей, они менялись. И каждый из них как-то решался, соглашался. Наверное, что-то было привлекательное в ней. И, в общем-то, она уже матерая женщина. Посмотрите, как она разговаривает с Иисусом. Иисус мужчина. Могла ли себе женщина в Израиле, даже в Самарии, которая чуточку исказилась, от Израиля, могла ли себе женщина позволить с мужчиной разговаривать? Еще так дерзко. А кто тебе даст воду? А что ты со мной разговариваешь? А где у тебя? Тебе и тебе и почерпнуть тут нечем, да? Она была уже битая женщина, битая жизнью. Она уже за словом карман не лезла. И она знала, как отвечать Христу. Но это еще не все. Она была верующей. Или нет? Из той дискуссии, которая дальше излагается в 4 главе Евангелия Теана, она говорит, ой, я знаю, должен прийти Мессия. Она задает Христу вопросы о вере. Она говорит, ну, да, вот вы говорите, что спасение от евреев, а мы говорим, что нужно поклоняться на этой горе. И многие другие. О чем это говорит? Ну, как бы искажена ее религия не была, но она была верующим человеком. Она знала принципы священного писания. И когда Христос говорит ей, ну, давай приведи своего мужа, вы посмотрите в этой истории, как она искусно уходит от ответа. Она сразу, а, Господи, а ты знаешь, а вот надо поклоняться там. И Иисус обратно поворачивает этот разговор, говорит, о, Господи, а ты знаешь, а я знаю, должен прийти пророк, должен прийти Мессия, и он все нам расскажет. Она всячески уходит. Она способная к тому, чтобы вести богословские дискуссии. И вот эта женщина, начинает беседу со Христом. Христос говорит, послушай, почерпни мне воду. Говорит, да как ты у меня просишь этой воды? Говорит, да если бы ты знала, кто перед тобой, ты бы попросила у меня воды. Интересно, что живой источник, это источник с проточной водой, в котором вода постоянно меняется. И Христос говорит, у меня есть живая вода. А в колодце вода меняется или нет? Там родничок бьет, он наполняется, но он не уходит, если его не вычерпывать. Если бы вы видели старые колодцы, если из них воду долго не выбирать, что происходит с этой водой? Она становится тухлой. Она появляется, запах, ее невозможно пить. И вот Христос противопоставляет ей, говорит, послушай, ну хорошо, если бы ты знала, что у меня есть живая вода, я бы дал тебе эту воду. Но ты довольствуешься той, что есть. Проходит время, женщина соображает, она еще до конца не понимает, о какой воде, говорит Христос. Говорит, хорошо, Господи, дай мне этой воды, и ключевой аргумент, почему ей нужна эта вода, знаете какой? Дай мне этой воды, чтобы я больше сюда не приходила. Она осознается, что ей тяжело сюда ходить, что ей не хочется в эту жару, в это пекло, идти на огромное расстояние за горы, чтобы взять воды. Ей непросто. Итак, какие же признаки духовного рождения нам показывает Иоанн? Первое, друзья, на что я обращаю внимание, эта женщина осознает свою духовную нужду и говорит, Господи, дай же мне этой воды, чтобы мне больше сюда не приходить. Я хочу живой воды. Я не просто хочу утолить свою жажду, физическую жажду. На этой неделе было так жарко на работе. Я помню, что в один день я выпил галлон воды. Но я снова хотел пить. А Христос говорит, и эта женщина говорит, дай мне такой воды, чтобы моя душа, мое сердце, оно больше не жаждало. Сегодня в этой бокалейной лавке, куда наша душа приходит за водой, очень много всего. Ами, кола, и спрайт, и доктор Пеппер, и очень многие разные другие, и мохито, и что-то покрепче, напитки, разные напитки. Это из социал-мидия. Для кого-то это работа, для кого-то это увлечение противоположным полом. У каждого своя вода, за которой мы тащимся среди дня в жарищу. Каждый из нас пытается утолить жажду, которая есть внутри. Друзья мои, я уверен, всякий человек, который живет на этой земле, он пытается утолить эту жажду. И он что-то впихивает в свое сердце, кто-то в алкоголь вдаряется, кто-то в наркотики, кто-то в какие-то развлечения. Каждый по-своему заливает эту жажду. Ну, каким история с этой женщиной? Ничего не меняется. Они вновь приходят, они вновь пробуют, они вновь делают, а в сердце что? А в сердце пустота. Пустота. Потому что эту пустоту нельзя заполнить мертвой водой, тухлой водой, ненастоящей. А Христос говорит, хотите, чтобы ваше сердце напиталось, наполнилось, пейте меня живую воду. Христос скажет, я вода жизни. Итак, первый признак духовного рождения человека, то, что он ищет утоление жажды для своей души во Христе. Ни в ком-то другом, ни в каких-то лидерах, кумирах и ни в чем-то другом. Ничто не может заменить Христа. Никто не может заменить Христа. Это вопрос лично для вас. Если детектив, смотрящий за вами, сегодня придет в ваш дом и посмотрит в ваш кулер, духовный кулер, из которого вы пьете, что в нем? Что в нем, друзья мои? Чем вы поете свое сердце? Что там происходит? второй признак духовного рождения. Смотрите, что происходит с этой женщиной. Несмотря на то, что кажется, как будто бы она не откликается на слова Иисуса Христа, как будто бы она не реагирует на его вопрос о мужьях и всячески старается перевести стрелки и разговоры в другую сторону, я обратил для себя одну интересную вещь, заметил. 28 текст. Женщина та оставила свой кувшин и ушла в город. Как Иоанн интересно подмечает. Вы знаете, что женщины носили воду в то время в чем? В кувшинах. И она пришла со своим кувшином. Я не знаю, каких размеров он был. Огромный, поменьше. Она пришла с этим кувшином, чтобы набрать воды. Но после разговора с Иисусом Христом она что делает? Она оставляет кувшин. Вы понимаете, что происходит? Она забывает то, за чем пришла и уходит в город. А в городе если до этого она стеснялась, если до этого она пряталась от людей, прятала свой грех, ей неприятно было, когда кто-то показал на нее пальцем и говорил, а ты знаешь, да это же вот та, которая с этим, с этим, а теперь с этим, ой, мамочки, держись от нее подальше. Что происходит с ней? Христос говорит, ну давай веди сюда своего мужа. Господи, нет у меня его. Вот эти слова, нет у меня мужа. Это было ее исповедание, это было ее покаяние, это было ее признание, что сердце заполнено не той водой. И кажется, вроде бы она дальше ускользает от ответов, но когда она приходит в город, Иоанн дважды замечает, она, говоря о Христе, говорит, он рассказал мне все, что я делала. И вот этот глагол делала стоит в прошедшем времени. Это говорит о том, что эта женщина, когда поняла, кто такой Христос, кстати, мне очень понравилось, Стас заметил эту мысль, Стас, я не вижу тебя, это было очень классно. Иисус впервые и единственный раз в Евангелии только этой женщине напрямую скажет, я есть Мессия, я есть Мессия. И когда она уходит после этих слов, она оставляет свой кушин, Иоанн подмечает, что она вместе с этим кувшином оставляет свою прошлую жизнь. Это очень важно, друзья. Это второй фактор. Когда вы встречаетесь с Иисусом Христом, вы больше не можете быть прежними. Вы должны пережить момент раскаяния, момент покаяния, принесения к Нему своих грехов и оставления их там, у ног Христа. Конечно же, вы скажете, ну как, да мы вот с детства в церкви, ну мы вот в общем-то всегда жили нормальной жизнью. Я знаю, ребят, но вы не менее грешники, чем я, тот, который пришел с мира. И пока вы лично со Христом не встретитесь и не скажете Ему о том, что в сердце пусто, что вы жаждете, и у каждого из вас есть свои мужья в кавычках и кувшины, которые нужно оставить, этот депритив, смотрящий за вами никогда не напишет, исповедовал свои грехи и раскаялся. Если бы вы только знали, каким я был, вам очень повезло, что вы никогда не видели меня в миру. Я готов поставить моим родителям памятник. Как же они, бедные, со мной натерпелись. Я поражаюсь и думаю, Господи, как хорошо, что мои дети не такие, как я. Обычно родители хотят, чтобы дети были на них похожи. Вот я хочу, чтобы мои дети не были на меня похожи до 20-летнего моего возраста. В советской школе были дневники, я не знаю, в американских, по-моему, такого нет. Это такие тетрадки, в которые всегда тебе ставили оценки. Если двойка, то можно было стеркой там подтереть. Ну, это ластик, это рейзер. Можно было подтереть и вместо двойки написать хотя бы тройку или пятерку. Но когда тебе учительница вот такое вот по ширине послания пишет, широкое в твой дневник, это невозможно исправить, затереть. Это листики там как-то вырвать, чтобы не видно было, или еще что-то сделать. В общем, много разных схем было, если вам надо будет, я потом расскажу. Но только они все не очень хорошие. Как часто в этом дневнике было написано? Поведение 2, поведение неуд. Да, пятибальная система, поэтому 2 это как F или D. Колы там какие были. Сколько раз ко мне, к моим родителям домой приходили чужие мамы? Мамочки родные. Побил этого, выбил зуб тому, сделал то-то, сделал это. Это смешно. Ну, пока ты без Христа, это вообще классно. Ну что, ты пацан, ты можешь за себя постоять. Всегда нужно было бить первым. Нужно было знать, как ударить так, чтобы человек просто не успел даже сообразить, что ты его ударил, а он уже лежит на земле, у него сломан нос. А я часто менял школы, родители переезжали, вы понимаете? А когда ты мальчик, тебе нужно всегда оставить свои права в компании, чтобы тебя не зачухали, не зачмырили, чтобы ты мог как бы быть на высоте. И поэтому всегда это добивалось только одним. Вот этими вот кулаками. Сколько моих родителей мама пролила слез, а сколько ремней папа истратил на мое мягкое место. Оно до сих пор, кстати, не очень большое такое все. Потому что в тонусе его держали с детства. Вы знаете, я вспоминаю, со мной в классе учился один мальчик. Женя его звали. Ну, зовут, он живой. У него была хорошая способность, он любил читать, я любил читать, но он любил читать, как наш пастор, фантастику. И он, знаете, мы вот вместе там, мы дружили с ним, вот что интересное. Он как начнет рассказать разные фантастические истории про иные миры, как корабли бородят просторы вселенной. И мы долгое время с ним дружили. А потом, я не помню даже, что произошло, что случилось. В общем-то, я узнал, что он жид. А жид, это значит, это еврей. Ну, по-украински послание до жидов, это послание до евреев, если вы не знали. Ну, а если он еврей, слушайте, я не знаю, но там как-то все говорили, что евреи всех проблемы, они вот такие, они сики, они то сделали. Вот, у него еще, у него очень были похожи, я челка коротко стрижусь, потому что, когда у меня волосы длинные, они кучерявые такие становятся. Говорят, что ты больше всего ненавидишь самого себя. То есть, еврей ненавидит больше всего евреев, судя по всему. Ну, в общем, я не знаю, что произошло, но я часто его колотил. Бедный. Как ему доставалось. Он мне рассказывал истории фантастические, а я его дубасил. Вот он нарывался что-то там со своими еврейскими этими штучками. Ну, это смешно. Сейчас вам смешно. А вы представляете, какого было ему? Выбитые зубы, порванные вещи какие-то. Ему страшно было в школу приходить. И вот прошло время, и я поверил в Иисуса Христа. И уже с перспективы того, что я поверил, я стал смотреть на свою прошлую жизнь, на те крутые подвиги, которые я совершал. Господи, как я держался за голову, как мне было стыдно. Мамочки родные. И когда появились, а я знал, что спустя время они уехали в Израиль. И когда появились компьютерные технологии, Sky Program, в общем, я нашел его. Нашел его. Я не знаю, что он подумал. Слушай, говорит, думает, наверное, и мне жизни нету и здесь. Я ему позвонил по скайпу. Как это, позвонить человеку, которого ты там в 13, 14, 15 лет дубасил хорошенько. А тут, после 20, вдруг что-то, вот ты ему решил позвонить, уже когда он уехал в Израиль, и ты с ним давно не общался. Я позвонил ему, я долго молился, долго просил. Говорю, Женька, пожалуйста, прости меня. Я столько тебе боли принес. Я столько тебе зла принес. Какой же я был счастливый, когда он мне сказал, все нормально. Я прощаю. Я ему рассказал уже о том, что я пастор, что там можешь посмотреть мои проповеди, там где-то еще. Я тогда должен был ехать в поездку в Израиль, и мы договорились встретиться с ним там. Но начались там какие-то обстрелы, а у них все военные обязаны, его призвали тогда, чтобы он пошел в это время, послужил, и мы не встретились. Мы после этого еще несколько раз долгое время с ним созванивались, общались, поминяли. Молодость. Но вот я вам скажу, ребята, вы знаете, чего я больше всего хотел? Я очень хотел, чтобы он Христа принял. Но я понял, что мои кулаки, они такую антипроповедь ему сделали, что он даже простил меня, он из кем не простил, потому что когда ему делали операцию, кого родные попадали там в больницу, он мне звонил, просил, чтобы я за них молился. Я до сих пор за него молюсь и надеюсь, что, может быть, я прошу Господи, пожалуйста, пожалуйста, Господи, вопреки вот моим вот этим кулакам, этой недопроповеди, недочеловеческому отношению к нему, чтобы он уверовал тебя. Он еще не уверовал, я молюсь за него. Но как же мне было стыдно, стыдно за мои поступки. Я уверен, что вот то же самое переживала эта женщина. Когда она вначале дерзила, а вы знаете, очень часто за своей дерзостью, за своим таким нахрапом мы пытаемся скрыть свою слабость, что мы бессильные. И когда Христос ей сказал про этих мужей, вы должны вспомнить Евангелие от Иоанна, первую главу, когда Христос обращает на Фанаила, ведь то же самое происходит. Христос говорит, ты истинный израилетянин, которым нет лукавства. И он его сравнивает с Иаковым, которым был обманщиком. И он тут же приходит ко Христу и свидетельствует, ты Господь. Почему он свидетельствует? Потому что Христос о нем сказал, я видел тебя под смоковницей. Эта женщина, когда слышит, как Бог проницательным взглядом говорит про мужей, она продолжает по привычке прятаться за свою религиозную ширму. Она уходит, уходит. Но в конце концов ее сердце тает, она бросает кувшин, несется в этот город. И вы посмотрите в Евангелии от Иоанна, она всем говорит, он рассказал о том, что я делала. Вот эта фраза говорит о том, что она решила, я больше никогда не буду прежней. Я не буду прежней. Я не буду той, которая приходит с кувшином в полдень. Я не буду той, у которой было пять, а теперь шестой и тот не муж. Я стану другой, потому что он дал мне воду жизни. И последнее. Третье. И так, когда детектив будет подсматривать за вами, я хочу, чтобы он сказал, молодежь славянской церкви и некоторые взрослые, которые к нам сегодня пришли, и мы вас рады видеть, они утоляют свою жажду в Иисусе Христе. Они раскаялись в своих грехах и решили оставить прошлую жизнь и никогда к ней не возвращаться. И третье. Что происходит с этой женщиной? Что с ней происходит? Она понеслась в этот город и если до этого она людей боялась, от всех пряталась, ни с кем не хотела встретиться, то сейчас она что делает? Она всем рассказывает. Это армянское радио. Вы понимаете, она на каждом углу всем рассказывает о Христе. Потому что сердце ее не может молчать. И это третий момент. Друзья мои, если вы нашли источник жизни, если вы со Христом приняли решение оставить прошлую жизнь, вы больше не сможете молчать. Вы не сможете молчать. Вы будете всем и всюду рассказывать о Христе. При всякой возможности. Во время и в попад, и не в попад. Вы будете постоянно говорить, как вы пели в этом псалме, Максим, спасибо, о жемчужине, потому что он для вас будет ценнее всего. Вы всем будете рассказывать о нем. Мне очень понравилось, как последний раз на Бейбл Стаде Стас, Стас сказал свой опыт. Он говорит, вы знаете, сегодня, сегодня мне позвонила девочка, с которой я учился в школе, и она у меня спрашивала о Христе. и я смотрю на него, это не Стас. Как горят у него глаза. Это не тот Стас, у него глаза горят, когда он рассказывает о своих мотоциклах, о там, о байках, о всяких этих лесных приключениях. Глаза горят по-другому. Его глаза горят по-другому. И сте, он счастлив, он переполнен этим. Мне так хочется, чтобы каждый из вас испытал это счастье рассказать другому об Иисусе Христе. Делайте это. Ищите возможности. Вы стесняетесь? Молитесь об этом, просите, и Бог пошлет вам человека, которого вы сможете что-то рассказать. По-простому, не надо греческих, не надо еврейских, богословских слов, по-простому. Я был таким, но Бог сделал меня новым, другим. попробуйте у себя на работе, когда вы делаете полы или работаете с машиной в любом виде, на учебе, среди друзей, кто-то нуждается, просто помолитесь, кто-то жаждет, положите ему руку на плечо, скажите, Иисус любит тебя, потому что Он возлюбил меня. И вы поймете, это изменит вашу жизнь тоже. Ребята, я хочу, чтобы Божий ангел, который однажды на небесном суде будет представлять ваше дело, он не просто засвидетельствует, да, они ходили в церковь адвентистов седьмого дня, нет, не так. Он скажет, они были духовно рождены в церкви адвентистов седьмого дня. Они жили Иисусом, они раскаялись в своих грехах, и они рассказали всем, где только могли, об Иисусе, который есть, их вода живая. Давайте помолимся. Господь наш, мы сегодня здесь, потому что мы жаждем. Душа наша жаждет, Господь. Ты знаешь, с какими кувшинами мы сюда пришли. Ты знаешь, ту воду, которую мы пьем. Я так хочу, Господь, чтобы Ты был для каждого сердца водой живой. Ты знаешь, Господи, какие кувшины нам нужно бросить. Помоги нам это сделать. Мы хотим встретиться с Тобой. Мы хотим лично иметь живые отношения с Тобою. Мы устали слушать чужие опыты. Мы хотим рассказывать свои собственные. Господи, мы хотим быть Твоими свидетелями. Мы хотим, чтобы глаза горели. И чтобы могли проповедовать весть о Тебе всему миру. Благослови нас, Господи, и сохрани нас. Помоги каждому из нас быть духовно рожденным. Тебе лишь слава, хвала и честь. Аминь. Аминь.